Как часто говорят, труд сделал из обезьяны человека. Но ведь если бы обезьяна не отдыхала и не развлекалась в перерывах между этим самым трудом, то она бы точно склеила ласты и не превратилась бы в человека. Да, потребность не просто в отдыхе, но и в различных развлечениях плотно сидит в природе человека. И часто эта потребность может стать причиной многих сумасбродств. И в этом видео я и хочу рассказать тебе, зрители, о том, как отдыхали одни из самых могущественных людей своего времени, цари Российской империи. Я расскажу как и об общих забавах, которые плотно вошли в жизнь российской аристократии, так и о сумасбродных выходках различных российских монархов. Я даю тебе стопроцентную гарантию, что я тебя в этом видео удивлю. Потому что помимо банальных вещей, про которые я расскажу прямо сейчас, будет... Ух! Ну не буду томить. Начинаем. Царская охота Вообще охота раньше считалась занятием в основном благородных людей. И многие европейские короли просто обожали охоту, и все с ней связаны. Некоторые из них там же на охоте и умирали, якобы чисто случайно. Не обошла страсть к охоте и многих российских правителей. Известно, что этой традиции уже более тысячи лет. Еще во время Киевской Руси князь Игорь уже слыл большим любителям тогда еще только княжеской охоты. Ну а самым первым фанатом этого провождения досуга историки считают самого известного царя в истории – Ивана Грозного. Он сделал много для развития охоты как царского времяпровождения, активно выращивая охотничьих соколов и нанимая людей, которые могли бы научить птиц взаимодействовать в связке с гончими собаками. Помимо этого, Грозный I на Руси начал использовать во время охоты огнестрельное оружие, а не лук и стрелы. Его увлечения переняли уже Романовы, первые правители этой династии. Царь Михаил и Алексей также любили охоту, особенно почему-то обожали они охоту на медведя. А вот Петр I к охоте был достаточно равнодушен, предпочитая другие увлечения, о которых я расскажу отдельно чуть позже. Не пользовалась большим спросом охота и во время правления двух следующих наследников – Петра – Екатерине I и Петре II. Но вот когда к власти пришла императрица Анна, царская охота в империи начала переживать свой рассвет. Была даже учреждена специальная должность – обер-егермейстра, единственной обязанностью которого была подготовка и организация царской охоты. Следующим правителем, а точнее правительницей, которая любила поохотиться, была Екатерина II, которая сильно любила соколиную охоту и ездила далеко за границей столицы, чтобы поохотиться в особенно живописных или богатых дичью местах. Но вот ее наследники Павел I, Александр I и Николай I особых чувств к охоте не испытывали и даже разжаловали некоторых придворных людей, в обязанности которых ходила подготовка к охоте. И только при Александре II охота снова вошла в царскую моду, вплоть до окончания существования Российской империи. Перед тем, как я расскажу о том, как одна из императриц устроила свадьбу прямо в Ледяном дворце, хочу напомнить, что мы недавно открыли еще один очень крутой канал, в котором мы рассматриваем две темы. Как жили те или иные люди, например, жены офицеров СС, заключенные в ГУЛАГе и той же Российской империи, палачей Средневековья и воины Чингисхана. Вторая же тема – альтернативная история. Вот тут можете перейти и глянуть. Если понравится, подписывайтесь. Свадьба в Ледяном дворце Вернемся к уже упоминаемной царице-императрице Анне, которая любила охоту. История оставила на своих страницах одну без преувеличения дикую выходку, которую она предприняла, с одной стороны, для своего развлечения, с другой стороны, в качестве назидательного примера для остальных. В стране в ту пору, в первой половине XVIII века, любое отхождение традиционной религии страны, православия, каралось очень жестко, вплоть до смерти. И вот, когда представитель одного из самых знаменитых дворянских родов, князь Михаил Голицын, перешел из православия в католичество, императрица Анна решила его жестоко наказать. Сначала она сделала его придворным шутом, при этом лишив всех его владений и денег. Потом императрица заставила их жениться на придворной карлице Авдотьи, которая также была шутом императрицы. Казалось бы, куда еще больше, князь был разбит и унижен, но Анна хотела, чтобы князь расплатился за свой поступок своей же жизнью. Во время этих событий в стране бушевала лютая зима, и температура редко поднималась выше минус 30 градусов по Цельсию. Минус 30 градусов, Карл! Даже с нынешними системами отопления подобная цифра сильно напрягает. А это же люди жили в такие морозы 300 лет назад, когда ничего лучше печи придумано не было. Ну ладно, это я немного отошел от темы. И вот в такие лютые морозы императрица приказала своим лучшим строителям построить на Неве самый настоящий ледяной дворец. С комнатами, двумя этажами, спальней и даже туалетом. Строилось это все не просто ради развлечения, а с конкретным умыслом. Этот дворец должен был стать ледяной могилой для князя, а также невиданным и диковинным по своему размаху зрелищем. Анна заперла молодоженов, князя Михаила и Авдотью в клетку, которую поставила на слона. За слоном выстроился настоящий свадебный кортеж из самых экзотических для Российской империи животных. Верблюдов, за ним исследовали сибирские олени, а в конце были собаки, находящиеся в упряжке. Все эти животные либо на себе, либо в упряжке везли всю придворную аристократию, которая должна была провести молодоженов до ледяного дворца. Несмотря на лютый мороз, играла громкая музыка и дикое зрелище привлекло к себе целые толпы народа. Потом последовал настоящий пир в ледяном дворце, как и подобает, когда отмечается свадьба. А вечером после пира Михаила и Авдотью закрыли в спальне, якобы на свадебную ночь, из расчета на то, что они там оба замерзнут за ночь. Но наутро оба оказались живы, хотя и находились на грани смерти. Императрица Анна решила пока оставить их в покое, а через полгода она и сама отправилась на тот свет. Князь был восстановлен в своих правах, а Авдотья продолжила быть его женой. Даже родила ему двух детей. Такой себе хэппи-энд. Балы. Наверное, мало что ассоциируется с российской аристократией, времени империи больше, чем многочисленные, пышные и не очень придворные балы. Впервые балы появились в российском государстве в 1718 году, после приказа Петра I, который подсмотрел это, как и многое другое в Европе, и пытался укоренить бальные развлечения в стране, желая таким образом отправить в прошлое боярские пиры, бессмысленные и беспощадные в своем пьянстве и сумасбродстве. Как это часто бывает, новое развлечение насильно, по сути, навязанное царем не пришлось по вкусу ни дворянам, ни их детям, из-за незнания европейских танцев и неудобной, по мнению российской аристократии, бальной одежды. Но постепенно балы не только вошли в привычку, они стали обязательным антрибутом светской жизни высшего общества. После того, как Петр I умер, был создан порядок открытия сезонов балов. Он начинался с Рождества Христова и продолжался до Масленицы, а затем возобновлялся уже после Великого Поста. Позже балы стали обязательной частью празднования Нового Года, Рождества, Пасхи, коронации монарха и годовщины коронации. Но принято считать, что самыми пышными балами отметилась Екатерина II, при которой дворянство переживало свою самую настоящую золотую эру. И поэтому могло тратить баснословные деньги на наряды, музыку, еду и прочие атрибуты этого развлечения. К началу XX века балы стали устраиваться все реже. Они уступили место танцевальным вечерам с менее строгим регламентом и порядками. Однако в начале XX века произошел уникальный в своем роде бал 1903 года, который провели в Зимнем дворце в феврале. Его было решено провести в костюмах эпохи царя Алексея Михайловича. Началась усердная подготовка к торжеству. Наряд, созданный для императрицы Александры Федоровны, украсил великолепный изумруд величиной с ладонь – 250 карат, окаймленный 54-мя круглыми бриллиантами из богатейшей коллекции российской короны. Этот бал считается настоящим памятником нематериальной культуры начала XX века. Развлечения Петра I и Петра II Если что, сразу поясню для тех, кто не знает. Петр II – не сын Петра I, а его внук. И правил он весьма недолгое время и в очень юном возрасте. Но из-за постоянного потакания всем его желаниям он успел начудить немало, как и его дед в свое время. Но обо всем по порядку. Начнем с Петра I. Петр I считается одним из самых жестоких, так сказать, тусовщиков среди всех монархов, чьи поступки и деяния более-менее плотно запечатлела история. Помимо обычных пьянок, Петр I отметился учреждением всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора. Ну, уже название ярко говорит само за себя, но это еще не все. Главной целью собора Петр ставил пародирование обрядов православной и католической церкви, желая таким образом, по мнению историков, подорвать авторитет церкви в стране. Если Европа, которая уже входила в эпоху просвещения и могла наложить ощутимые ограничения на деятельность церкви, в некоторых случаях существенно подорвав ее авторитет, то вот в российском государстве церковь, хоть и была подчинена монарху, все же имела больше власти и влияния, чем того хотелось Петру. Так что он решил совместить приятное развлечение с обильным использованием алкоголя и прочего, ему сопутствующее и полезное, попытаться таким образом снизить авторитет церкви. Например, во время православных праздников царь и его подельники могли устроить в городе катание на ослах и валах, а также саньях, запряженных свиньями, медведями и козлами, распевая при этом песни на церковный лад, но с матерными словами. В общем, полный атас. Помимо этого, в воспитательных целях Петр любил подшучивать над боярами, постоянно ставя их тем или иным образом в неудобное положение, а иногда для наказания и вовсе раздевая догола и заставляя так ходить по дворцу. За подобные развлечения, особенно на православную тематику, многие в простом народе окрестили царя Антихристом, что, впрочем, совершенно неудивительно. Успел отметиться всякими сумасбродствами и внук Петра Первого, и его наследник Петр Второй. Уже в 12 лет он злоупотреблял алкоголем, обожал охоту и различные пиры. Многие из придворных Петра Второго потакали государю во всех его дурных наклонностях, желая таким образом и получить благодарность в более высокую должность, и таким образом прибирая юного царя, которому на момент восхождения на престол было уже 12 лет к своим рукам. Поговаривали, что юный Петр даже влюбился в свою тетушку Елизавету и подбивал к ней клиния. Но, к сожалению или к счастью для него, тетушки и всей империи, ведь царь абсолютно наплевательски относился к государственным делам, в возрасте 14 лет юный император скончался от оспы. Катание на коньках как забава для элит Это развлечение, как и балы, принес в российское государство Петр Первый. Точнее, он сделал его популярным среди знати и сам часто любил поскользить по льду на коньках, научившись этому делу во время своей поездки в Европу, в Голландии. Петр Первый не только научился виртуозно кататься на коньках, он даже немного усовершенствовал это развлечение. Он первым придумал, как можно прикреплять коньки к сапогам, а потом отсоединять их обратно, чтобы не пользоваться специальной обувью. Уже по возвращению на родину царь начал активно продвигать это развлечение среди знати, организовав даже первые российские соревнования по конькобежному спорту, где принимать участие могли только знатные дворяне. Но после его смерти коньки надолго выпали из жизни российских элит, вернули свою популярность они только во время правления Александра Второго. Сначала он построил каток для своих детей, а потом туда начали ходить и взрослые члены императорской семьи и другие родственники монарха. Очень сильно любил кататься на коньках и последний российский император Николай Второй, который, правда, после коронации постепенно забросил коньки из-за занятости государственными делами. Ну что, как тебе рассказ? Что-то впечатлило? Лично я немного, так сказать, обалдел от истории с ледяным дворцом. Это же надо было до такого додуматься и такое в жизнь воплотить. Просто зверство какое-то. Еще и со всякими выдумками, типа слона и верблюдов. Если тебе видео понравилось, то понравится и вот этот ролик. Советую посмотреть, как жили заключенные в Российской империи на нашем новом канале. Переходите и смотрите. И увидимся в следующем выпуске. До скорой встречи. Пока, господа.